Сейчас экономика в принципе обескровлена, потому что возможности кредиты 17-18-20% для реального сектора экономики. И сейчас мы еще пока не представляем влияние войны в Сирии, потому что трудно пока оценить, поскольку это входит в бюджет, поскольку это другие издержки идут, кроме выгодок самих военных действий. И конечно мы в этом году поняли, что правительство не очень быстро реагировало на те вопросы, которые идут. Как бы там и не хвалили итоги работы правительства, а сезон до России запаздывали здесь. И вот здесь мне хотелось понять, как правительстве позволяют такие точки. Вот сегодня только мы смотрели, министр транспорта Соколов выступает и говорит, на следующий год мы увеличим цену Платон в два раза. Но какое дело министр транспорта заниматься ценами? Это экономические вопросы, это сбалансирование. Цена на Платон, это цена на перевозки, на все остальное там прочее. И вот эти вопросы, это просто непонятно. Или экономический блок ведет, не держит это дело в руках. Поэтому я конкретные примеры привожу. И то же самое по трепозиции Центробанка, по отношению к банкам. После нашего случая, который стал банком, я в воскресенье со специалистами этого дела, который западал специалист, а это он стал в Москве. Они говорят, в Европе после войны было два-три случая, когда вот такие большие банки грохались. А так, в принципе, всегда банки договорились, и вкладчик не знал, когда же на следующий день другой банк переходил. То есть это настолько серьезное отношение к тем, которые держат. То есть регуляторы способны... Особенно по юридическим лицам. По физическим лицам, как ни парадоксально говорить, те, которые держат банки, они не держат последние деньги там в банке. То есть они... А юридические лица, это процесс производства. Вот представляете, как мы сейчас говорим, сейчас 35 тысяч юридических лиц. Всего где-то в главных предприятиях, в главных предприятиях на учете налоговое проезд, 77 тысяч, которые идут. Представляете по количеству, пусть и другие. Продолжение следует...